Добрый день! Говорит и показывает «Свобода» телеканал «Настоящее время» программа «Археология» в студии Сергей Медведев. Как говорится в одной известной интернет-шутке, Россия встала с колен и села на курточки. По крайней мере, этот образ пришел многим в голову, когда прозвучало выступление недавнее в ООН российского представителя Владимира Сафранкова, где он использовал очень грубую, фактически гопническую речь, обращаясь к английскому представителю, к английскому дипломату. Ну и вопрос вообще стоит гораздо шире. Что стоит за новой стилистикой Министерства иностранных дел, которые представляют достаточно грубые твиты посольств, которые представляют речь представителя МИДа Марии Захаровой? Об этом в сюжете нашего корреспондента Анастасия Тищенко. «Айда во двор! Дворово все! Война, культура, спикер МИДа!» Так написал в своем стихотворении Дмитрий Быков. На это Мария Захарова ответила поэту в Фейсбуке. «Лишь для удобства понимания мы на Дворовом говорим». Современная дипломатия и правда стала более дворовой. В Инстаграме и Твиттере сегодня можно подписаться не только на своих друзей, но и на представителей ООН, послов, президентов. Существует даже термин «Твиттер-дипломатия». Чтобы сделать официальное заявление или выразить свою позицию, уже не обязательно созывать брифинг. Можно написать твит. Так 9 апреля посольство России и Великобритании опубликовало опрос. «Если ультиматум Большой Семерки в отношении России подводит нас к реальной войне, каково ваше доверие к президенту США Дональду Трампу в качестве военного лидера?» Изменился и стиль общения дипломатов. Он стал более эмоциональным. Некоторые выступления в ООН больше похожи на словесные перепалки, а не на поиски решений. Вспомним слова Виталия Чуркина. В ответ на заявление Великобритании, что Россия должна вернуть Крым, он посоветовал разобраться со своими захваченными территориями — Мариинские острова, Гибралтар и другие. А его преемник Владимир Сафронков быстро получил известность за фразу в адрес английского коллеги «Глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь». В связи с этим журналист Михаил Зыгарь написал, что заседание ООН больше похоже на реалити-шоу. И в целом профессия дипломат — это уже атовизм. Так зачем тратить деньги на содержание посольств и поездки дипломатов в другие страны, если дворовые разборки можно провести и в интернете? И в самом деле, кому нужна дипломатия в эпоху Твиттера, пиара и постправды? Говорим об этом сегодня с двумя экспертами. Оба дипломаты, дипломаты двух генераций, двух поколений. Это Юрий Ильич Рубинский, руководитель Центра французских исследований Суд Европы и Российской Академии наук. Добрый день. Добрый день. И Александр Баунов, главный редактор сайта Carnagero. Добрый день, Александр. Юрий Ильич работал долгое время в посольстве во Франции и Саша в Греции. Не столь долгое, пять лет. Ну, все же, по нынешним временам. Но, знаете, я хотел сначала спросить относительно заявления Сафронкова. Как вы считаете, аудитория была внешняя или внутренняя? Ровно то, что я хотел чуть ли не первым делом сказать в нашем разговоре, это то, что у дипломата две аудитории, а то и три. Вернее, традиционно две, а к ней сейчас добавилось третья. Одна аудитория, это, собственно, его коллеги, дипломаты, чиновники других стран, члены правительства. А другая аудитория, его собственное начальство. Дипломат, он ведь с одной стороны дипломат, а с другой чиновник. Он просто чиновник. И как чиновник, он думает о карьере, он думает о том, чтобы, так сказать, быстрее пройти те ступеньки, которые он должен пройти, и просто, чтобы понравиться начальству. Поэтому зачастую то, что мы слышим от дипломатов разного уровня, начиная от самого небольшого и заканчивая самим министром Лавровым, адресовано не столько и не только зарубежным коллегам, сколько либо их начальству, либо в случае министра Лаврова, своему главному, единственному слушателю. Ну, например, когда Лавров вдруг стал говорить, что Россию не любят в мире за то, что она придерживается православных ценностей, хотя все, кто знает министра много лет, никогда не замечал за ним особой воцерковленности или приверженности по православному образу жизни, понимают, что эта фраза, конечно, адресована внутренняя аудитория, и даже не совсем внутренняя аудитория, а то ее части, которая отвечает вот с 2000 примерно 2012 года за выработку современной идеологии российской, ну и собственно президенту, своему единственному слушателю. Многие конфронтационные заявления адресованы тоже ему. И это понимают в дипломатическом обиходе? Они это понимают и делают скидку? Они это понимают, но совершенно не собираются прощать. То же самое и заявление Сафранкова. Это, конечно, попытка утвердить себя в качестве мощного, храброго, ни перед чем не останавливающегося защитника интересов России в ООН, потому что ООНовский пост предполагает дискуссию, публичность, это в некотором смысле судебные заседания часто. Он же все-таки ИО, естественно, он из-за ИО хочет перейти в представителя без приставки. И это заявление было адресовано не только английскому коллеге, но и тем, кто размышляет над тем, достаточно ли он смело будет защищать Россию на этих публичных, почти судебных заседаниях Совета Безопасности. Ну и об этом мы, наверное, и дальше поговорим. У дипломатов появилась третья аудитория, которой раньше не было, это соцсети. Это соцсети, мы об этом еще поговорим. Юрий Ильич, а вам как вот эти вот все новые заявления? В ваше время, возможно ли, был такой стиль? Не думаю. Хотя, в общем, казалось бы, в советские времена, даже поздние, ну так скажем, дипломат волей-неволей так и иначе должен был как бы копировать стилистику, что ли, тех, кому адресовались его телеграммы. Я помню, когда я приехал впервые из больше 20 лет уже там научно-преподавательской деятельности, встал, значит, в работнику посольства, по советникам, вот, то первое, что он мне сказал... Это какой год? Это был 77-й год. Что мне сказал советник-посланник, очень умный, опытный человек. И он сказал, знаешь, говорит, тебе не надо доказывать, что ты знаешь. Тебе нужно объяснить. Самое твое главное, там, в Москве, в центру, самое главное, это учитывать не то, что ты говоришь, а кому ты говоришь, и насколько он тебя понимает, может понять, ты можешь вписаться в систему его приоритетов и интересов и забот, так, чтобы то, что ты говоришь, не просто ему понравилось, а послужило бы полезному делу. Если же ты будешь писать то, что ты хочешь ему, в чем ты хочешь его убедить, а это будет совершенно не укладываться в его систему, как говорится, ценностей и даже приоритетов, то это будет плохо. Не для тебя, а для дела. То есть дипломат – это человек, который выполняет некие ожидания и некий социальный заказ. Саша, а вот если мы действительно останавливаемся сейчас на том, что дипломат – это некая такая, так сказать, ритуальная, риторическая фигура, которая выполняет определенный социальный заказ или политический заказ, какой социальный или политический заказ выполняет, скажем, новая речь, новый стиль Захаровой? Во-первых, нельзя сказать, что демократизация стиля – исключительно внутрироссийское явление. Мы, конечно, и в этом смысле мы не отличаемся от других наций, видим прежде всего себя и даже свои недостатки или достоинства, чаще недостатки считаем уникальными. В действительности идет демократизация политики, демократизация знания и демократизация госслужбы. Это можно назвать популизмом. Ну, понимаете, о чем речь? Раньше знанием университетским обладало некоторое небольшое число людей. Сейчас это гораздо более широкая аудитория. Знания больше. Соответственно, говорят о потере качества знания, но его, в общем, суммарно больше. То же самое с прессой. Раньше качественная пресса управляла странами, миром, избирательными компаниями. Теперь выясняется, что совокупные усилия качественной прессы, самой могущественной в мире, американской, не способны переломить, собственно, соцсети и обращение к аудитории напрямую. В этом смысле стиль МИДа тоже демократизировался довольно сильно в несколько этапов. И нельзя сказать, что мы здесь задали тон. Мы скорее пытались копировать этот тон. То есть, первая волна демократизации была в 90-е, когда просто в МИД пришло много новых людей. Но стиль все-таки оставался старый, стиль публичной коммуникации. Ну, не совсем. Во-первых, при Горбачеве коммуникация немножечко оживилась. Идея нового мышления, она все-таки МИДа коснулась тоже. Коммуникация стала более живой. Потом был такой человек в конце 90-х, начале 2000-х, Рахманов, который ввел традицию брифингов с прямыми ответами на прямые вопросы, без подготовки. Его забрали в администрацию президента потом. Потом действительно был некоторый, именно в коммуникации рецидив такого советского, когда прямые брифинги исчезли. В основном все сводилось опять к заявлениям, написанным заранее. Или заранее подготовленным ответом на вопросы. Но, тем не менее, вот эта рахмановская история, она все-таки была довольно новой для МИДа. Ну и потом они посмотрели просто, как ведут себя спикеры. Ведь что такое не пропустить удар с точки зрения советской дипломатии? Это позволит себе то же самое, что они позволяют себе по отношению к нам. Если вы проследите за заявлениями на брифингах спикеров Госдепа, они довольно резкие бывают. В том числе в адрес России. Хотите сказать, что Захарова как бы зеркалит? Захарову, несомненно, отправили на эту должность. Один из стимулов, что Захарова появилась на этой должности, было, так сказать, ответить на Псаки, вернее, Саки, как она правильно произносится, Нуланд и их стилистику. Вот есть бодрая молодая дама, которая общается с прессой, которая дает отпор, которая дает отповедь, которая судит. И, конечно, советская стилистика, с которой Лукашевич, по-моему, был до нее спикером, выступал, она проигрывала на этом фоне. Решили ответить тем же. Но все-таки Захарова в каком-то смысле превзошла своих наставниц. Так бывает, учитель может превзойти, ученик может превзойти учителя. Но это что, это вообще тренд в дипломатии? Дипломатия разворачивается в сторону вот такой вот тотальной коммуникации, которая опрокидывает, то есть дипломатический язык становится абсолютно недипломатичным? Вы меня спрашиваете? Да, Ирландович. Я бы сказал, что здесь нечего только себя смотреть, на себя смотреть в зеркало, а посмотреть, в общем, круг 193 государств, участников ООН. Ну, там самые разные, естественно, есть. Но если подавляющее большинство этих государств, ну, скажем, 50 лет еще не существовали раньше вообще. Они пришли совершенно новые не просто государства, но и политический класс. В том числе и дипломатический, который часто прошел школу западных университетов. Там все, конечно, так. Но, как вам сказать, стилистика третьего мира, да еще вступившего на международную арену в условиях хронических войн и очень кровопролитных в ходе распада колоненской системы, просто сделала неизбежным то, что не просто перепалка, а взаимное оскорбление и, в общем, очень использование такой ненормативной, чуть ли не лексики, стало, в общем, распространенным явлением. И здесь, так или иначе, с этим приходилось считаться. Хорошо, ну тогда что? Вот я слушаю вас как бы как двух дипломатических, ну, бывших дипломатов, но вы говорите, что это все нормально, то, что происходит. То есть, скажем, заявление Сафронкова или Сафронкова, не знаю, как точно ставить ударение, оно было эффективным, оно достигло своей цели риторические? Ну, скажем так, оно, наверное, все-таки немножко выходит за некоторые рамки. Ну, с другой стороны, это какую перед собой ставил человек задачу? Он, может быть, и ставил себе задачу выйти за рамки. Я не думаю, что он собирается придерживаться этого стиля в каждом своем заявлении. Она, кстати, была заготовлена, как вы считаете? Я думаю, что это была заготовлена импровизация. Судя по тому, это все было видно, как это произошло. Он начал читать некоторый вполне дипломатичный заготовленный текст, отвлекся от него и перешел вот к этой импровизации. Но я думаю, что, если не на этот раз, то на другой похожий случай или на третий, идея вот этого жесткого отпора в жестких словах у него в голове была по причинам, опять же, о которых я говорил в начале. То есть и карьерные причины, и политические? И карьерных, и политических. Поскольку недостатка в поводах для того, чтобы вступить в перепалку сейчас в Совете Безопасности нет, то и он рано или поздно бы, скорее всего, сорвался во что-то подобное, что совершенно не означает, что он будет продолжать все время в том же духе. То, что Трамп один раз разбомбил сирийский аэродром, не означает, что он теперь так будет делать каждую неделю. Ну, в этом смысле он достаточно успешно отработал свою роль, видимо, потому что он замечен в Кремле, он возбудил патриотическую аудиторию. И, с другой стороны, как я понимаю, западные, как сейчас принято говорить, партнеры не особо и обратили внимания, потому что, по-моему, там даже как-то смягчили переводчики. Ну, во-первых, ты и вы, да, во-вторых, идею того, что они были в шоке, действительно надо отбросить. Мы не очень внимательно следим за заседаниями. Вообще, ООНовская трибуна видела разные. ООНовская трибуна видела Каддафи, который рвал устав ООН на трибуне и бросал его в зал. Вообще, был Никита Сергеевич. Вот сейчас, ну, я не только ботинок вспоминаю, знаменитый в том же ООН, но и вот сейчас Додоровский выпустил очень своевременный сериал. Додоровский продюсер и папагребский режиссер Валерий Алексей, соответственно, выпустили. Очень своевременный сериал под названием «Оптимисты». Сегодня же, по-моему, выходит. Да, видите, как я, да. Где действие происходит в МИДе в 60-м году, как раз времена хрущевской дипломатии. И там в одной из серий, которую я видел заранее, потому что я немножко консультировал там одной из серий, есть вот этот выход Хрущева с парижского саммита, когда советская делегация его внезапно покинула. Хрущев разразился бранью, а советская делегация его покинула в адресе из Инхабер. Ну, это после того, как вот сбили самолет-шпион с Пауэрсом. Ну, да. Так что такое было у нас в истории. Резкие такие. А вы что-то можете вспомнить подобное из вашей практики дипломатической? То есть, каких-то ЧП... Да, вот таких вот резких каких-то заявлений, высказываний, разворотов над Атлантикой. Да, вот разворотов. Ну, это другое дело. Поворот над Атлантикой, знаете, это жест. И я бы сказал, что жест довольно-таки красивый. Вот, здесь он почувствовал себя, Евгений Максимович, я его очень хорошо знал. И много, десятков лет с ним работал в разных качествах. У него директор был в ММО когда-то. Вот, видите, он чувствовал себя униженным. Поскольку ему сообщили о бомбардировке Югославии, там все, и с Косовым. Уже когда он был в полете. Вы понимаете, это действительно унизительно. Его могли сообщить и раньше. Вот здесь он почувствовал, что его, извините, об него обтерли ноги. Вот это... А он человеку крайне самолюбивый. И это он не мог потерпеть не как премьер-министр, или министр иностранных дел, простите. А просто как человек. Да еще человек, выросший, всю молодость проведущий не где-нибудь от Белеси. Вот, так что с его стороны это был не просто обдуманный шаг. Это было, может быть, спонтанное решение. Но, конечно, не подкорковое, а вполне продуманное, безусловно. Я думаю, что он не пожалел об этом. И, в общем, я думаю, что в каком-то смысле этот жест вошел в историю не там российской дипломатии, а вообще в дипломатическую практику как кейс определенный. Это уже очень символизм большой, разворот над Атлантикой, и, собственно, весь поворот внешней политики. С ним начинают сравнивать другие жесты, да? Когда вот сейчас Син Цзиньпин говорил с Трампом, а Трамп одновременно приказал бомбить сирийский аэродром, вот вспоминали как раз, а вот Син Цзиньпин как отреагировал. Вот вам ножесть к обеду. Может быть, он не выйдет на обед с ним. А вот Примаков сделал так, а как поведут себя китайцы? Конечно. Да, простите. Нет, нет. Я хочу просто сказать, что вот такой вроде где-то похожий жест сделал Трамп, когда приехал не кто-нибудь, а канцлер Меркель. Когда он не пожал ей руку, а уже стояли кругом корреспонденты и ждали этого, и она вот вроде бы руку-то подняла. А он перед этим ведь в своих твиттерах ее довольно-таки крепко приложил, заявив, что она чуть ли не претендует на гегемонию в Европе. И вообще Европейский Союз у нее в кармане, и вот с нее все испросятся в таком духе. И когда она поехала объясняться, вставить вещи на свои места, вот тот факт, что уже после переговора, он сделал этот жест, и я уверен, что это был не продуманный жест, а чисто спонтанный. Но вы знаете, когда это делает президент Соединенных Штатов, это все-таки не дипломат, это совсем гораздо больше. Ну вот здесь, да, здесь снова возвращаемся к этой тематике того, что традиционный арсенал дипломатических методов, того, что она считается дипломатическим поведением, дипломатическим протоколом, очень сильно расширяется, особенно в эпоху такой популистской политики, связанной, скажем, с такими именами, как Дональд Трамп. Мы вернемся буквально через мгновение. И снова здравствуйте. Программа «Археология» в эфире «Радио Свободов», в эфире телеканала «Настоящее время» в студии Сергей Медведев. Наши гости сегодняшний Александр Баунов, главный редактор Carnegie.ru, и Юрий Рубинский, руководитель Центра французских исследований Института Европы Российской Академии Наук. Говорим мы о новом языке дипломатии, о новом стиле дипломатии, связанной с нашумевшим выступлением Владимира Сафронкова в Организации Объединенных Наций и со стилем таким авантажным Марии Захаровой, официального представителя российского МИДа, да и с Дональдом Трампом, которого мы уже не единожды помянули в сегодняшнем эфире. Насколько ли все это противоречит законам дипломатии старой школы? Говорил бы об этом один из известнейших советских российских дипломатов Анатолий Адамишин. Начало 20 века придало новые качества и дипломатии тоже. А именно, во-первых, радио, вот изобретение радио, оно сразу же сделало дипломатию из закрытой, так сказать, из посвященной только отношениям между государствами, между руководителями государств, правительств и так далее. Она сделала возможным апелляцию к широким массам. Технически это было достигнуто. А большевики в 1917 году, взяв власть, они дали этому свое, что называется, толкование, при котором шли напрямую к массам через головы правительств, мир миру, земля народам и так далее. В том числе призывая народы обратить оружие против собственных правительств. Немцы, они еще больше усугубили не очень приятный, так сказать, стиль. Также потому, что ввели понятие ври до тех пор, пока люди не могут даже подумать, что так чудовищно можно врать. Вот все вот эти вещи, они серьезно повлияли на работу дипломатов. И я вам скажу, что нам пришлось в какой-то степени от этих вещей отходить, все-таки возвращать дипломатию на свои исконные места. Суть дипломатии все-таки в том, чтобы находить решение. Может ли она находить решение самостоятельно, дипломатия? Я думаю, что был прав Владимир Ильич Ленин. Он говорил, что при решении международных вопросов только 5% принадлежит переговорщикам, дипломатам. А 95% это соотношение сил между государствами. Вот что решает в конечном счете. И я, когда ко мне обращались, говорили, «Антоний Ильич, ну стоит ли ради 5%-то нам ломаться?» Я им отвечал, но эти 5% вы должны сделать чистыми, как стеклышко. И тогда вы можете действительно сильно поспособствовать. Сейчас еще, когда я сталкиваюсь с некоторыми, ну, на мой взгляд, не очень приятными проявлениями дипломатии, я думаю, ну, если у тебя только 5%, что ж ты их еще тратишь на крик, на ссору, на какую-то фоноберию? Это Анатолий Адамишин, бывший заместитель министра иностранных дел, бывший также послом в Италии, Великобритании, Нигерии. Вот интересно, он здесь говорит о том, что действительно может ли дипломатия находить решение? Или это абсолютно только пиар-сопровождение большой государственной политики, силовой политики, которая решается совершенно в других кабинетах? Естественно, функции дипломатии сильно меняются с развитием коммуникации. Когда в 18 или 19 веке человек ехал послом, он ехал, исходя из того, что сообщение от собственного правительства он получит через несколько дней в лучшем случае. Допустим, из Петербурга в Париж. И слово полномочный означало, что он был полномочен представлять свое правительство без... И принимать решение на месте, без консультации с ним, если этого потребует срочная надобность. Конечно, когда коммуникация такова, что такой ситуации возникнуть, скорее всего, не может. Больше того, когда любые государственные лидеры могут связаться напрямую, действительная роль дипломата, посла в частности, тем более подчиненных людей в посольстве, свелась к более скромным задачам. Это консалтинг, выражаясь современным языком, это консультирование межгосударственных отношений, это подготовка документов, подготовка визитов, ну и поддержание некоторой дружественной среды вокруг себя в той стране, куда они отправлены. То есть, в этом смысле, пиар и лоббизм. То, что ставят в вину, например, Кисляку, а до этого у нас в Москве ставили не вину Макфолу, вот он с тем-то встречался, того-то к себе в гости пригласил. Вообще говоря, это совершенно обычная дипломатическая работа и только очень невротизированное сознание. Потому что Нитаньяху не встретился с немецким послом, за то, что и тот с оппозиционерами израильскими встречался. Да, мы тут находимся в некоторой невротизации давно, вот американцы находятся в невротическом состоянии сравнительно недавно, но те факты, которые они ставили в вину у нас, Макфолу, а там Кисляку, это совершенно естественная часть дипломатической работы. Он просто обязан поддерживать прямые личные контакты. А я вот что думаю, Ир Ильич, насколько вы сейчас знаете, на вашем веку, имея в виду вашу бытность, работу в посольстве, по сравнению с тем, что было тогда и сейчас, изменился профиль сотрудника МИД, изменился профиль дипломата? Потому что скажу, когда я рос, для меня кто такие были МИДовцы, кто такие были дипломаты? Это люди были в основном западники, либералы. В советском дискурсе 70-х, 80-х годов, это были люди, которые своего рода мостиком на Запад были. Им были открыты совершенно все ходы туда. И в нашем таком аутичном, закрытом советском мире это были какие-то такие всплески западной культуры. Пластинки возили. Да, пластинки возили, какие-то импортные пиджаки, импортные очки, вся эта, так сказать, такая немножко коррумпированная. Ценили свое место. Да, коррумпированная немножко среда с магазинами березка и так далее. А сейчас, в новое время-то, когда Запад больше не является какой-то абсолютной ценностью, бери загранпаспорт и поезжай, если ты не прокурорский сотрудник. Кто эти люди? Нет, видите, вот все-таки мы говорим о стиле поведения, а стиль, как известно, это человек. Да. Это был фон еще сказал. Так вот, насчет стиля я бы сказал так. Опять возвращаясь к этому ЧП, которому мы видим в Совете безопасности, я твердо убежден, всегда был убежден, что хамство – это признак слабости, а не силы. Это действительно так. Это не только у дипломата, у кого угодно. Но у дипломата особенно, конечно. Потому что его задача – не выдумывать какие-то позиции своей страны, которые, чего он неуполномочен делать. Он должен проводить ту линию, которая ему указана. Но собеседник, особенно трудный собеседник, он должен все-таки исходить из того, что врать тебе, ты ему, в общем, там, глаза прямо, не собираешься. Поскольку все равно это ничего хорошего из этого не выйдет. И поэтому формула известная, что дипломат – честный человек, который посылает говорить за границу, лжгать за границу для блага своей страны. Это плохое определение. – Я вас обоих хочу спрошить, скажем, в вашем дипломатической работе. Приходилось кривить душой, иметь какой-то, так сказать, и вести разговор с человеком не ради разговора человека, а ради какой-то, так сказать, сверхцели, которую диктует служба? – Тут самое главное, что если ты изложишь какую-то позицию, она должна, во-первых, пользоваться у собеседника доверием. То есть он должен понимать, что ты не сам это выдумал, и ты не стараешься эту позицию сделать наименее приемлемым для него, тот вызывающий, чтобы доказать, так сказать, свою силу и непримиримость. И на этом, потом сдав немножко, что-то приобрести – это мелкая игра. Доверие покупается очень долго и очень медленно. Если вы будете пытаться покупать злословие о третьем каком-нибудь стране, человеке и так далее, это гроши ломаного не стоит, тебе не будут верить. И вот тот, если тебе лично верят, то есть знают, что то, что ты говоришь, это не твое личное мнение, но ты из того, что ты можешь сказать, даешь то, что собеседнику интересно, важно. На чем он может потом у себя сказать, вот знаете, я вот узнал это, давайте поищем, где вот эти позиции, пусть они очень трудно стыкуются между собой, можно найти точки соприкосновения. И, следовательно, вариант соглашения. Вот это самое главное. Понимаете, конечно, в чем опасность была и всегда есть, и не только в нашем мире, где угодно. Если дипломат, находясь в стране, которая ему не нравится, начинает всячески ее чернить в своей переписке, в надежде, так сказать, просто набить себе цену и сделать карьеру, это очень плохой дипломат. Я бы сказал, что он не просто профессионально непригоден, он вреден просто. Плохо и другое, что если он в надежде тоже сделать карьеру, набивает цену в своей стране, где он находится, и старается ее приукрасить, затушевывать то, что раздражает позиции этой страны. Но это же все видно. Это вот эти две крайности. Это самое плохое. Они всегда присутствуют. Саша, приходилось в своей дипломатической карьере кривить душу и лгать. Насколько это является составной частью? Прямой лжи действительно допускать не имеет смысла, потому что если тебя изобличат, а это не так трудно, ты утратишь доверие как собеседник. Некая двойная повестка дня. Дело не двойная повестка дня, а дело в том, что ты имеешь право говорить не все. Вообще говоря, человек, который разговаривает с дипломатом, будь это журналист или политик или его коллега, он же исходит из презумпции, что человек, во-первых, точно будет говорить не все, что он знает больше, чем скажет. и не надеется на то, что ему скажут все, что знают. Во-вторых, все-таки он воспринимает его человека с некоторой осторожностью как не вполне самостоятельного игрока, а как передаточный звено, в чем тоже совершенно прав. Поэтому если ты в этой ситуации еще будешь усугублять свое положение тем, что ты выкручиваешься, обманываешь и так далее, то ты просто будешь неэффективен. Наоборот, ты должен до некоторой степени показать, что ты как бы сказал или сделал или раскрылся чуть больше, чем тебе позволяет твои служебные, так сказать, полномочия и обязанности. Это действительно может подкупить. Хотя вот пример грубой игры, плохо говорить о третьих странах, которые действительно разумный человек, тонкий человек не воспринят, в общем, довольно распространенный дипломатический прием. мы, я не знаю, зачастую дипломатия часто балтийских стран или Украина сводится к жалобам на Россию, а российские дипломаты очень часто начинают разговор с жалоб на Украину или на НАТО где-нибудь. Да, это такая вещь распространенная. А насколько сильно взаимопереплетение МИДовской службы и разведки? Вот скажем, вы в посольстве знали, кто... Или это так вот разумевается, что так или иначе любой дипломат имеет какие-то... Это совершенно как раз такой обывательский миф. Разделение очень четкое. То есть это четко? Ну, вплоть до того, что люди работают в разных помещениях всегда. И дипломаты не имеют доступа в то помещение, где работают остальные. И все знают, как сказать, кто свой, а кто не свой. Ваше время тоже это было? Шифры разные. Что вы? Это разный канал. Разные каналы. Они, извините, есть определенное соперничество тоже. Внутри посольства? Нет, два канала, которые в разных ведомствах, так сказать, оседают информацией и так далее. Это часто бывает соревнования, кто угадает правильно, кто предложит лучше. Ну, кому верить, кому нет. Это обычная меж... Как это, кабинетная война, она вполне естественная. Поэтому здесь разделение обязанностей, она очень важна. А кто сейчас, Саша, есть представление, кто вот сейчас работает в посольствах? Кто сейчас идет в МИДовскую службу? Сейчас, ну, довольно много, кстати, таких прав... Был провал в 90-е, когда рядом... Все-таки у нас было тотальное государство, которое, ну, поглощало все, что существует, все, что движется. В 90-е рядом с государством возник огромный негосударственный сектор, возникла тяга, да, такие сообщающиеся сосуды. Он стал высасывать этот негосударственный сектор, кадры из государства. В том числе новая частная международная деятельность, которой не было и в помине, естественно, она забрала очень много людей из МИДа, которые стали делать карьеры в частном секторе, в банках, в компаниях. В том числе, я слышал, что внутри посольства многие, так сказать, люди, работающие в посольствах, стали выполнять, так скажем, частные лоббистские заказы. Ну, я напрямую с этим не сталкивался, но слышал об этом, допустим, в ранних и средних 90-х, что-то такое, там, кажется, было. Такая приватизация действий посольств. Могу себе представить, да, что они действовали не только в интересах страны, но и в своей. Сейчас, я думаю, это прекратилось. Вот, а потом очень маленькие зарплаты были в 90-е, в 2000-е, в государственных учреждениях. Система бонусов пропала того, что ты едешь за рубеж и получаешь доступ к другому жизни. За рубежом-то они были неплохие, а вот когда человек возвращался в министерство, зарплаты были небольшие. В общем, нужно было пересидеть до следующей командировки и уехать. Сейчас этого нет, зарплаты, ну, тоже небольшие, конечно, но все-таки ближе к чему-то реальному, к каким-то деньгам, на которые можно как-то прожить. Плюс лучше, насколько я понимаю, решается квартирный вопрос. Ну, и вот эта вот тяга в частный сектор, она немножко приостановилась, он тоже насыщен кадрами. Ну, и поэтому... Ну, сейчас вообще приоритет госслужбы сильно пойдет. Ну, сейчас дипломатия – это как бы обычная госслужба, нет никакого такого более западного, романтического, зарубежного флера. Это просто еще одна ветвь госслужбы с таким же примерно набором людей. Ну, да, строго говоря, на нее идет человек, который склонен или способен перенести вот этот довольно тяжелый образ жизни, когда ты живешь несколько лет у себя дома, а потом ты его покидаешь на несколько лет, обрываешь все связи или большинство связей, начинаешь жить новой жизнью на новом месте, которое тоже временно. И это очень тяжело. Раньше это компенсировалось самим, ну, в советское время, самим фактом доступа к загранице. Вот. А сейчас, когда доступ открыт, это очень специфическая карьера. И это что, уже воспринимается вообще как некое бремя, как обязанность, надо куда-то ехать и где-то жить, обрывать достаточно налаженную жизнь в Москве? Потому что раньше это считалось как вообще некое благо. Ну, во-первых, там все-таки хорошие зарплаты по-прежнему. Больше того, они лучше, чем 10-15 лет назад, это зарплата сопоставимая с хорошими западными зарплатами. Это может компенсировать карьерный рост в зависимости там от страны. Ну, и просто кому-то это нравится. Ты становишься частью некоторой международной общины, ты начинаешь общаться активно, вот. Особенно, если это какие-то столицы вроде Брюсселя. Это страны, да, интересные люди. Насколько глубоко сотрудники посольств изучают страны, в которых они живут, становятся страноведами? Это зависит от страны, то есть от ее, в общем, культурного горизонта, багажа там и так далее. Но это зависит и от подготовки, конечно, самих дипломатов. В принципе, ну, и МГИМУ, и Институт постаковедения в свое время, и Институт внешней торговли в своей сфере, они все-таки готовили очень коэффицированные кадры в среднем. Были, в общем, отходы и немалые, но все-таки я кончал сам ГИМУ, и для аспирантура там, и я, вспоминая с благодарностью это время, я бы сказал так, что тогда, мол, там много учебу, он подобрал, ему вот тогда, в те годы, я в 1948 году поступал, а создан был еще факультет тогда в 43-м, 44-й институт, лучшие преподавательские силы, какие были вообще в Советском Союзе, именно по этим специальностям. Самые, вот мой, например, я считаю себя учитель, учеником его, и мой всегда идеалом был, так сказать, вот, в мироощущении, а я уж не говорю о культуре и эрудиции, Евгений Викторович Тарлин, это мой учитель, я был первым в моей диссертации. И представить себе масштаб этой фигуры, интеллектуальной, моральной, какой угодно, это, я думаю, вам довольно-таки сложно. Ну да, знаменитый биограф Наполеона, биографию Наполеона и француза. Это же историк крупный. Не тоже, он, этот человек был, это один из последних великих русских историков, вот так скажем. Вот, и вот такие люди, он был не один, там преподавали те, кто, авторы учебников школьных всех, которым учились в школе средней, они мы их встретили уже как профессора. Ботка. Это было, да, это было, ну, да, но тот же Сергей Борисович Крылов, например, так сказать, там, Чедвер жил сюда уже тогда, Замк Адамиронова права, ну и так далее. Я мог много привести этих имен, и я очень благодарен тем, кто все-таки с очень иногда сложной ситуацией, идеологических компаний, чистых всяких, все-таки держался, и держал марку. Ну, не просто свою собственную, но прививал ее студенты. Все дипломатической службы. Да, так что в этом отношении, вот, мое поколение, и предыдущее, и следующее, мне как-то такое, жаловаться не приходится. Ну, дипломатия старой школы. Говорим как раз о том, как отличается дипломатия старой и новой школы. Продолжим об этом после небольшого перерыва. Исмон, здравствуйте. Программа «Археология» на волнах Радио Свобода. В эфире телеканала «Настоящее время». В студии у нас Юрий Ильич Рубинский, руководитель Центра французских исследований Института Европы и Российской Академии наукой, Александр Баунов, главный редактор сайта Carnegie.ru. Говорим мы о эволюции дипломатии в связи с последними скандальными выступлениями нашего представителя в ООН, но также и шире в связи с новым языком дипломатии, которое целиком вылилось в Твиттер, которое сейчас распространяется по соцсетям, которое стало очень перформативной, которое превратилось в один сплошной спектакль. Об этом, об инструментах дипломатии, в частности, говорит профессор МГИМО Татьяна Зонова. Если мы говорим о чем-то новом, что возникает в дипломатии, это, наверное, роль публичной дипломатии и роль высоких технологий. Как известно, публичная дипломатия рассматривается, если мы говорим о профессиональной дипломатии, той дипломатии, которую проводит Министерство иностранных дел, представительство той или иной страны, то, конечно, официальная публичная дипломатия — это тоже задача. Она предполагает такие средства, скажем, такие способы, как постоянное выступление в средствах массовой информации, на телевидении, в прессе, чего не было прежде, потому что трудно было себе представить, чтобы посол, например, приходил так запросто в студенческую аудиторию, беседовал. Она выходит за рамки официальной дипломатии. Сейчас на мировую арену выходят самые разные организации, индивидуумы и какие-то коммерческие организации и так далее. И второй аспект, о котором я хотела говорить, — это новые технологии, высокие технологии, потому что сейчас дипломатия немыслима без участия активного как политиков, так и дипломатов в социальных сетях. И это меняет и язык дипломатии, более непосредственное общение, гораздо менее формальное общение. В будущем, наверное, все-таки вот эти огромные посольства, огромные министерства иностранных дел и так далее, они уступят место более гибким структурам. Не пора ли заменить двухстороннее посольство у каждой страны члена Европейского союза на посольство всего Европейского союза? В Норвегии тоже такие предложения выдвигались и даже практиковались. Перейти к такой форме, когда, например, посол Норвегии во Францию, пусть сидит в Ослово, в министерстве. Сейчас средства такие, интернеты, все позволяют общение. А если уж возникает какой-то очень острый вопрос, он просто туда, вылетает на переговоры и возвращается обратно. Зачем нужны посольства? Об этом же Михаил Зыгарь писал в своем мышлении в шампосте в Фейсбуке. Действительно, ведь даже в Москве многие северные стран посольства, ЕСовские посольства, они сливаются. Ну, в этом есть своя правда. Та же самая правда действительно в отношении журналистики. Если раньше каждая уважающая себя газета должна была держать корреспондента, или как минимум корреспондента с какой-то небольшой обслугой во всех главных городах мира, там, коррпункт в Кабуле знаменитый, то теперь мы понимаем, что проще, дешевле десантировать туда корреспондента в нужный момент времени с соответствующей командой, нанять на месте фиксера, вот, и, ну, человека, который поможет быстро наладить контакт и поехать в нужное место, поговорить с нужными людьми. Отчасти это верно и по отношению к дипломатии, тем более, что и это все, кто работал в министерстве и в посольствах, знают, это не секрет. Ну, по-разному, где как, но бывает, что и половина служащих там это, в общем, балласт, люди, которые отсиживают свою работу, вот, так сказать, работают временем, а не головой. Ну да, в вашем опыте, скажем, в посольстве во Франции, насколько был нужен весь этот персонал? Ну, балласт, безусловно, есть, это, тут двух мнений быть не может. Пишут тот же зыгр, люди сидят и пьют. Ну, это не только в дипломатии, это везде. Работает, там, ну, наиболее эффективно и результативно с отдачей, ну, я не знаю, 15-20 процентов в любой сфере деятельности, а в дипломатии тоже. Я бы сказал просто здесь, вот, спросили, для чего нужно посольство. Такое многочисленное и так далее. Видите, здесь, когда вообще Министерство иностранных дел, главы государств, их аппарат может переговариваться, так сказать, в режиме реального времени. Кому еще? Ну, переводчик, ладно, это другое дело, а затем еще посол. Вот тут-то очень важно, чтобы человек, сидя в стране, дышая ее воздухом, если хотите, общаясь с людьми не для того, чтобы у них выведать какие-то тайные секреты, так сказать, государствами. Нет, не в этом дело. Понять логику поведения именно этой страны, ее правительства, ее общественного мнения, интересы, вот как они их понимают. Я бы сказал так, что ли, приоритеты реальные или чисто пропагандистские и так далее. Вот это объяснить, это, вы знаете, из газет не получится. Это вообще в принципе одно дело, там мягкая сила, это создание благоперятного образа своей страны. И здесь посольство играет тоже немалую роль. Хотя здесь, конечно, у него возможности ограничены. Есть психологическая и информационная война. Опять же, это не призвание посольства, это не главное. То есть поливать грязью, так сказать, оппонента. Скорее, наоборот. Самое главное, да, самое главное совсем другое. Это понять оппонента. Понять не потому, что обязательно согласиться с ним, но взвесить, где он не может вести себя по-другому. И, значит, найти в логике его поведения не то, что какое-то слабое место, а возможность маневра, где точки соприсосновения скомпенсируют в идеале дальнейшие диалоги, может быть, выведут на компромиссное решение. Вот для чего нужна дипломатия. Объяснить своему руководству мотивы поведения другой страны. Я считаю, что это одно из главных. А кто-то читает сейчас? Пишут, пишут эти, так сказать, тома этих, дипеш, телеграмма. Кто-то читает? Ну, хорошо, в миди, в отделе читают. Ну, они поднимаются иерархически. Естественно, там справку толстую прочтет только зав. отделом или директор департамента, если она важная. Но дальше они становятся все более и более компактные. Это информация в форме executive summary, как сейчас говорится, в форме таких вот папочек, файлов бывает, что доходит до самого верха. Это, говоря корпоративным языком, это лоббистские, пиар и консалтинговые функции, которые трудно выполнять дистанционно. Ну, лоббистские, например, если... Да, тебя могут отправить в эту столицу для решения какого-то вопроса, но если человек видит тебя в первый или во второй раз в жизни, это не совсем то, что он встречает тебя регулярно в разных местах. Это просто тебе меньше доверяет. Ну, кто-то прийдет обсуждать с ним какой вопрос. Кто он? Непонятно. Консалтинговые — это значит, что, да, ты можешь прочесть, что сказали те или иные политики, сенаторы, конгрессмены по какому-то поводу. Но, в общем, если ты находишься в стране с погружением, ты понимаешь взаимную иерархию этих высказываний гораздо лучше. Ты понимаешь контекст этих высказываний, ты понимаешь, где этот человек, какой из спикеров больше весит в собственной стране. Это довольно трудно сделать дистанционно, хотя, казалось бы, ну, читай каждый день газеты и будешь понимать, ну вот... Или твиттер. А что меняет соцсети? Что меняет твиттер? Вот этот вот твит дипломатии, особенно, скажем, в последние годы два это так очевидно стало. Твиттер на Западе, вообще говоря, стал невероятно важным карьерным инструментом. Нам кажется, что твиттер всеобъемлющ. На самом деле твиттер это вещь, где сидит достаточно ограниченное сообщество, но это элитарное сообщество. Твиттер это элитарная соцсеть на Западе, не у нас. У нас роль твиттера намного меньше. То есть твиттер это не столько для СМИ, сколько для того, чтобы быть все время. Это вторая личность публичного человека в западном мире. Политика, журналиста и, собственно, дипломата. Без нее его как бы нет. Он фактически не может себе не позволить не появляться в день с несколькими короткими высказываниями или не посылать несколько ссылок своей аудитории. Больше того, фактически интервью политиков, особенно в таких развитых, с развитой коммуникацией общества типа западных, северных, европейских, скандинавии. Общение политиков с журналистами проходит напрямую публично в твиттере сплошь и рядом. Ну, как и Трамп, который отвечает телеведущим публично и тоже через этот инструмент. У нас его значение поменьше, конечно. Но твиттер не отменяет базовые функции посольств, пресс-конференции, информированные? Конечно, нет. Хотя твиты Захаровой обсуждаются зачастую не меньше, чем то, что Захарова сказала на Бриффинке. Ну, здесь, да, это некий другой канал коммуникации. Но, возвращаясь к тому, с чем вы начали, мы начали. Значит, все-таки за дипломатией остается очень сильная коммуникативная функция, как некое такое лоббиско-пиар-сопровождение всей внешней политики России. Такой сложный вопрос, огромный вопрос под самый конец эфиры, когда у нас осталось буквально пару минут. А мы можем вообще понять, сформулировать, какие сейчас цели внешней политики России? Ну, вот это уже, я считаю, для, ну, янечко, рядового, даже для высокопоставленного дипломата, он может их понимать, может представлять себе, иметь свое мнение, может его высказывать иногда, но не определять. Это не его дело. И вот это дело гораздо более высоких эшелонов власти. Ну, я к тому же сейчас вопрос, я к тому веду, что если этот язык дипломатии, то, что считалось раньше высоким, так сказать, штилем, умением подать оскорбление, умением подать объявление войны в очень таком дипломатичном, эзотеричном языке, сейчас свелось к такой достаточно площадной часто брани. Может быть, вот это говорит в своем роде тоже и о неком целеполагании в российской внешней политике? Ну, в некотором смысле да, просто мне кажется, она сейчас находится на каком-то переходном этапе, то есть целью последних, по крайней мере, лет российской внешней политики, очевидно, было вернуться вот этот, в то, что я называю мировой совет директоров. Да, вот есть некоторый совет директоров, в котором мы вроде были, потеряли в нем место, и надо в него вернуться любыми способами. Сделать так, чтобы без тебя не принимались мировые решения. Если продолжает без тебя приниматься мировые решения, явиться куда-то на место и сделать так, чтобы без тебя эти решения не могли быть приняты. Это вот цель, которая, в общем, на мой взгляд, более или менее достигнута, или, по крайней мере, близка к достижению. Теперь возникает другая цель. В чем проблема современной России? Конечно, экономическое, промышленное и технологическое отставание. Для того, чтобы это отставание преодолеть, нужен экономический рост. Для экономического роста нужны инвестиции и технологии. И таким образом нужно повернуть нашу внешнюю политику. Теперь, теперь, я не знаю, есть ли такая задача там, но, очевидно, она должна появиться, чтобы обслуживать эту задачу, потому что экономический рост страны, которой боятся, он будет восприниматься как угроза за рубежом, да, российскими оппонентами, партнерами. Ну, то есть цель, чтобы Россию боялись или чтобы не боялись. Скорее, сейчас, если мы хотим добиться экономического роста и встроиться вот в технологическую революцию современной, нужно, чтобы не боялись. Вот то, что теперь, когда нас снова стали бояться, нужно снова сделать так, чтобы нас опять не боялись. Это новый этап. Я думаю, это будет задача уже для следующего, next step, да, для следующего поколения стикеров. Чтобы сильные, сильные России и все-таки не боялись. Ну, да, с таким, так сказать, пожеланием, я думаю, можно закончить этот эфир с тем, чтобы целью мягкой силы и дипломатии России было то, чтобы России не боялись. По крайней мере, те высказывания, которые мы слышали в последние годы от ведущих представителей, по-моему, как раз выполняли эту функцию, чтобы России боялись. И в этом смысле они вполне достигли своей цели. Видите, я только добавлю одну фразу. Это как раз очень четко объясняет этот переходный период. Очень. Это известная формула Фрейда. Комплекс неполноценности ищет гиперкомпенсации в комплексе превосходства. Вот это именно нанесло немалый ущерб образу России на переходном этапе. Теперь, я думаю, ей нужен ни тот, ни другой. Спасибо. Это Юрий Рубинский, Александр Баунов. Меня зовут Сергей Медведев. Смотрите нас на Радио Свобода, телеканале Настоящее Время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова